Итак, коллеги, надеюсь, что это выступление посмотрят не только те, кто живу, попали сюда, но и те, кто получат это в записи от своих друзей, коллег и близких. Или врагов. Врагов вряд ли. Мы сделаем так полезно, что врагам будет это жалко прислать. Разве что они вырежут все полезное. Шутки за 300 оставят наши с тобой. Значит, что я знаю про Вячеслава? Что Вячеслав очень круто разбирается в SEO. Да, это у него... За бежлением. Как же это назвать? Ну, ты же с периода еще Яндекс, Директ, Вордстат. Windows 95. Вот так вот. Про SEO знаешь. Нет, я в 2011 году активно познал SEO по причине того, что мне очень нужны были лиды для бизнеса, в котором я пытался найти прибыль. Иначе мне бы просто, возможно, не удалось с вами общаться, потому что мне звонили коллекторы и говорили, пора отдавать кредиты. Где деньги? Я понял, что маркетинг моя тема. Вячеслав регулярно выступает у нас как один из спикеров в акселераторе. И вот два года уже с нами, неизменный наш SEO-тренер. И, в принципе, первый модуль в акселераторе, он в том числе начинается из тебя. Потому что без SEO, как говорится, не поедешь. Не понимая, в каком... Да, это база. База. Да, это база на площадках. И правильно понимая эту базу, можно масштабироваться, можно зарабатывать большие деньги. Ну, давайте, собственно, еще разочек я представлюсь. Меня зовут Вячеслав Малых. Многие ассоциируют меня с тремя буквами, которые являются лишь частью моего бэкграунда в предпринимательстве. Это примерно так же, как говорить про повара, что он специалист по пельменям с говядиной. То есть, типа, есть еще кое-что в моем арсенале, а именно 14 лет в бизнесе. И вот то, что Дима сказал, важно, что ты умеешь в 24-м, соглашусь, но дополню тем, что вот весь мой опыт, который я собрал за весь период, с 2009 года в конце я уволился с работы, и вот с 2010 и далее вот как-то так получилось, что не возвращаюсь ни к кому на работу. Вот. И стало быть, есть интересные собственные наблюдения, что весь багаж, который я собирал, он зачем-то оказался нужен. Например, вот просто чисто вот из текущей обстановки. Вчера вышла новость о том, что у ВБ появилась возможность анализировать внешний трафик через UTM-метки. Кто-то вдруг подумал, опять три буквы какие-то, UTM и так далее, да, типа я люблю трехбуквенные вообще, так скажем, религии. Ну вот, ROI, SEO и все прочие, да, какие-то аббревиатуры. Так вот, например, это то, что меня где-то примерно году в 2013-2014 вообще суперактивно интересовала UTM-тема. Мы там все метили, все подряд анализировали, и вот как раз не так давно я выступал в прошлом году, по-моему, на конфе от MPStats и рассказывал про 57 источников трафика, например. Но мы почти все эти источники трафика промечали, анализировали, и из них выбирали наиболее эффективные связки. А это все вот какие-то такие вот процессы, ну, например, там 57 источников за год или там за месяц явно не попробуешь. Это вот прям весь этот бэкграунд 14 лет. Поэтому базово я предприниматель с 14-летним стажем. Первое, что вот я излег бы из опыта всех вот там множества лет до каких-то больших развитий, результатов и так далее, это, конечно же, окружение. Не могу сейчас назвать что-то первое, второе, третье, а вот прям топ-3, например, да, то есть надо обязательно окружать себя людьми, которые достигают результатов, и желательно, чтобы в них ты был самым лохом. Ну, или лохушкой, там, не знаю, да, то есть типа самым слабым, потому что быть лучшим среди худших, это хуже, чем быть худшим среди лучших, потому что ты тянешься. Это первое. Надо окружать себя обязательно людьми успешными, и это первый тезис. Второй тезис. Обязательно надо ставить цели. Цели — это именно то, что энергию прям вот, собственно, наверное, культивирует, она прям возгорается и появляется только тогда, когда есть вот это чувство какой-то немножко хищности, да, которое вызывает правильную, в общем, и энергию, и правильно мотивирует, и заставляет просыпаться с интересом. Да, то есть потому что, если нет цели, вот у меня были периоды, когда в жизни не было цели. Я достаточно спокойно себя чувствовал, был достаточно размерен, нейтрален, не очень энергичен, и местами мне это даже, ну, как-то надоедало мне это, да, поэтому цель зажигаться, если вот просто диагностируйте сами себя, если вы сейчас не горите, но это 100%, ну, не знаю, 98, у вас просто нет цели. И либо цель, которая есть, она вам либо, а, навязана, б, не ваша, ц, ошибочная цель, или, может быть, цель следующего уровня, да, потому что нельзя хотеть Rolls-Royce Caliman, если ты даже не ездил на какой-нибудь тачке, или хотя бы когда-нибудь ее не купил любую. Вот у меня первая тачка была Lancer 92-го года за 40 тысяч рублей. Первый год у меня даже прав не было, пока ездил на ней. И документов. Ну, это из чертанова так нормально делают люди. Там так работает все хорошо. Так вот, это вторая цель. Цель номер, как бы, пункт номер два. Цель надо иметь. Нету цели, блин, надо найти, изучать, искать. И третье. Третье, наверное, это команда. Вот для меня сейчас это супероткровение, супероткрытие. Последних, наверное, года два. Ну, последних. Это, конечно, суперкоманда. Потому что, если ты, назовем это, самозанятый, то ты много не сделаешь, результатов больших не добьешься. Если ты раскачался в амбициях, то без команды вообще ничего не получится. Поэтому, наверное, вот они, три важных, серьезных таких вот опоры для предпринимателя. Что у нас по поводу разборов? Погнали. У нас есть Олеся. Олеся, расскажи пару слов про себя. В апреле я была, Дима, у тебя на разборе. У меня тогда оборот был 200 тысяч рублей. И в декабре я сделала десятку. Десятку? Тогда миллионов. Это хорошо или плохо? Я не знаю. Ну, я просто... Выглядит, как хорошая динамика. Выглядит, да. Я согласна. Я, в принципе, довольна результатом. Но хотелось бы, скажем так, закрепиться и развиваться дальше. Ну, там сезон был, мы в декабре хорошо закрыли. И основной вот как раз получается запрос, наверное, это на то, чтобы сделать системный бизнес. Так. А что-то поменялось в твоей жизни после такого изменения в цифрах? Много поменялось. Жизнь каторга. Только того было, что жизнь каторга или что? Не знаю. Ну да. Давай, наверное, по делу. Да, Вячеслав? Мне, кстати, нравится твоя глубина. Я просто заметил, что не все в рынке это оценивают сразу адекватно. Ну, типа, ощущение... Я заметил просто, что люди хотят очень много инструментов получить. Вот. А часто от них как раз зависит, ну, не так много. Но, тем не менее. Это из-за потребности эндорфиновых вот этих вспышек, которые говорят тебе, что ты молодец. Да, потому что очень долгие цели, они очень сухие с точки зрения вот этого эндорфина. Да, то есть они, типа, закрываются раз в длинный период. И поэтому хочется себя подкормить, как бы, вот здесь вот, как бы... Да, 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 да. Чтобы вот, типа, о, смотри, сегодня новое слово в Сево добавил. Типа, вообще кайф. Да, там иногда прям такие прорывы происходят, когда ты просто перестаёшь бояться привлечь деньги нахрен. Да, типа, вот так, допустим. Ну, вот так. Поэтому, ну, ничего, как бы. Это, на самом деле, тоже всё эволюция. Всё эволюция. В детстве мы, условно, начинаем с ходьбы, потом начинаем уже там, да, какие-то буквы, слова выговаривать. То есть это, как бы, всё окей. Да, то есть не надо даже, может быть, и форсировать. Иногда хочется просто побыть в стадии начинающего предпринимателя, да, потому что вот Олеся сказала про апрель 200 тысяч, а вот, например, у меня такой вопрос. А до апреля это что, собственный бизнес или, например, найм был? Это менеджер на Валберес. Ну, то есть это не свой бизнес, да, условно, предпринимательство. Началось только в апреле, это меньше, чем год назад. Началось в марте. Да, началось в марте, мы в конце марта загрузились, да, и в апреле сделали 200 тысяч. Ну, типа, ещё года нет, поэтому это ещё очень такая, ну, как бы, правильная, важная стадия, когда надо себе давать и детство проживать. Ну, как вот, да, типа, в детстве мы, если сразу взрослыми становимся, типа, очень уж это быстро прокручивает, нету вот этого кайфа, там, каких-то вот этих предпринимательских воспоминаний, то есть их тоже чуть-чуть надо добавить. Но, ну, даже, да, здесь просто, ну, типа, сразу учить английский в один год, условно, может быть, не всегда даже правильно психологически, да, условно. Поэтому не всегда быстрый результат вообще хорошо. Иногда хорошо результат даже, скажем, не быстрый, а осознанный и воспроизводимый, например, да, типа, можно ещё раз делать 10 миллионов, ещё раз, и ещё раз, и ещё раз весь год, да, можно это вот прям объяснить, как это получилось. Если нет, то это, наоборот, вызывает больше страхов обычно, чем уверенности и радости, да, там, например. Поэтому, тем не менее, вернёмся. Есть запрос. Хочется закрепиться на результате, который возник в декабре, но чекнем чуть-чуть ещё инфы мне не хватает. Что в январе? Так, в январе у нас, мы закрыли, получается, полтора резко по день. Вот, то есть, понимаете, да, амплитуда нас достаточно сильно колбасит, поэтому закрепиться, это звучит даже как будто немножко странно. Что есть закрепиться? Вы считаете, среднее между трёх месяцев, вот этих названных, да, то есть там вообще среднее какая, да, типа, и на чём закрепиться? Окей, полтора миллиона, а давайте ещё более такой душный вопросец. А что с прибылью? Так вот, неудобный вопрос. Спасибо, извлечения, Алиса. Да, нормальный вопрос. Я считаю, что вообще... Ну, я шучу, конечно. В принципе, нормальный вопрос, если спрашивать про прибыль. Есть что-нибудь на этой теме? За январь ещё не считала, честно, но там очень большие косты. Мы наняли маргетолога, наняли ещё дополнительных менеджеров, выходим на Озон, вот, там прибыль должна быть прям, прям вообще минимальная, завтра скажу. А можно... Ну так, по ощущениям она есть, так вот, честно говоря? Ну, сотка максимальная, наверное, будет. Ну, а теперь ещё более страшный вопрос. Это что за прибыль? Операционная, ЕБИДА или выведенная партнёрская с уплаченным НДФЛом? Это выведенная партнёрская, да, я только такой... Ну, получается, у меня партнёрской нет, это дивиденды именно. Дивиденды — это отлично. Так, ну хорошо. Тогда, значит, следующий вопрос. Вот мы, допустим, сейчас идём в какую-то цель. Неплохо бы её обозначить, потому что 10, 1,5, 200 — надо понять, что будет являться целью. Давайте вот всё. Вот по возможности, я не знаю, как вы сами считаете, у вас какая стартовая сейчас позиция, да? То есть вот 10, 1,5 — это как-то так амплитудно, что очень сложно говорить, откуда едем вообще. С какого мы значения едем и куда едем? Вот такой вот, давайте попробуем сформулировать вопрос. Я так скажу, то, что на, скажем так, вот план, который реалистичный, на этот год я оставлю себе 80 миллионов. Оптимистичные — 100 миллионов. Вот, соответственно, ну, естественно, там большая доля будет делаться в сезон. Это сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Вот, декабрь — это самая продажная категория игрушки, само собой. Когда вас спрашивают, сколько ты вообще зарабатываешь, или какой у тебя в среднем оборот, вы как ответили бы на этот вопрос? Ну, в среднем 3 миллиона бы ответила. Ну, 3 миллиона, допустим. То есть это некая точка А, да, 3 миллиона. Да. Окей. А идёте вы в точку Б, где она будет 6-8, судя по всему, правильно? Да, да. Окей, понятно. Теперь едем дальше. Скажите вот что. Какие у вас есть ресурсы для того, чтобы достичь эту цель на текущий момент? Ресурсами можно и нужно считать деньги, опыт, команду, остатки текущего товара. Текущие остатки есть по балансу. Это себестоимости на 5 миллионов. По продаже это, ну, в районе 15-ти получается. Из команды у меня менеджер на Озоне. Только вот вышли на Озон буквально 3 дня назад. Менеджер на Озоне. Так, менеджер Озона 1 раз. Да. Куратор Озона 2. Куратор Озона это что такое? Это человек, который будет полноценно курировать Озон, который, в принципе, скажем так, консалтинг у него с ней по Озону. Так, ну-ка, чуть-чуть подробнее. То есть, типа, менеджер Озона, понятно, кто. Куратор Озона, непонятно. Простите, еще разок. Кто же это? Куратор Озона. Куратор, который будет курировать именно менеджер Озона. То есть, направлять его полноценно Озон. Да, да, да. Потому что у меня вообще нет никакого понимания по Озону. А он, как бы, будем называть это такой, внештатный аутсорсовый эксперт, которого вы нашли, и он, как бы, не в штате. Он говорит, вот стоимость моих услуг, что надо, да, типа, вот менеджер, курируй его. Так это работает? Да, собственно, так. Окей, все, дальше. Кто еще есть в команде? Есть ассистент-менеджер ВБ. Это первый же? А, нет. Нет, это новый, другой. Так, ассистент-менеджер ВБ. И маркетолог. И маркетолог. Ну, и, соответственно, вы, да? Да. И вот теперь вопрос. Грубо говоря, давайте разберемся вот по этим трем китам, раскидаемся. Вы конкретно, или давайте нет, не так. Кто занимается продуктом? Я. Ну, то есть продуктом основное я, и сейчас у нас добавляется маркетолог. То есть она именно уже занимается анализом, подбором и так далее. Закупками занимаюсь я. Так, вы занимаетесь закупками. То есть закупками – это не про продукт до конца, это как бы закупка. Окей. А вот вы заметили очень правильную, важную деталь – выбрать, проанализировать. Вот это вот все, да? То есть назовем это «выбрать товар» – это занимается маркетолог, да? Раньше я занималась, сейчас уже маркетолог, да. Выбирает маркетолог. Так, хорошо. Дальше поехали. Что является маркетологом, помимо того, что он выбирает товар? Какие его вообще прям вот крупные мазки, задачи? Потому что многие называют маркетологом вообще кого угодно просто. На данный момент она именно делает именно стратегию продвижения бренда. То есть на различные площадки, различные вообще способы продвижения, сайты и так далее. То есть она сейчас вообще анализирует и смотрит, куда мы еще можем продавать. Даже предложила там именно, ну, такое, скажем, розницу. Это мы так еще обговорили, пока не буду вдаваться в подробности. Остановитесь. Да. Вот здесь как бы, да, что-то... Так, ладно, хорошо, с этим понятно. А вопрос, давайте так. Кто на «ты» с деньгами? Кто их считает, привлекает, оценивает их остаток, их приход, расход? Вы, да, то есть... Ну, операционный директор я, финансовый директор я, да. Такой же водочный завод я. Я. Кстати, я заметил, что молодые стартапы очень быстро начинают строить а-ля космическую станцию. Вот мы еще здесь не окрепли, еще здесь там не продаем. Да, это вот пока немножко тревожно, поэтому сейчас копаем дальше. Окей, вот мы разобрались сейчас с тем, что у нас есть остатки в виде 5 миллионов в закупке. У нас есть команда в виде 4-х человек, один из которых в наутсорсе, то есть 3 человека плюс владелец. Партнеров нет? Нет. Вот вопрос такой, да, вот это все, что есть в виде денег, в виде остатков 5 миллионов, или есть еще какой-то живой кэш? Потому что в целом... Миллионы, да, на данном этапе. Миллионы? Звучит очень так. Миллионы. А, миллион. К сожалению. Пока, но я готова. И миллионы еще просто... Готова привлечить. Ждали же денег и золота немножко, килограмма 2. Миллион денег. Так, миллион денег. Ага. Теперь давайте вот разберемся вот с чем. Матрица товарная, как достояние, да, общественность часто, которая смотрит нас в импостации, анализирует всех, да, нас подряд. У вас сейчас она из чего состоит? Что за ниша? Сколько артикулов? Какие из них эффективны? Какие неэффективны? Это тоже сейчас во многом нам поможет. Погнали сюда. Матрица товаров. Что за ниши и количество артикулов и остатков, так, плюс-минус на них? Одна ниша – это детские игрушки-куклы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть артикулов рабочих. Шесть артикулов рабочих, а не рабочих? А уже все, выбили. Закончились. Ну ладно, хорошо. Так, а что еще? Все. В смысле, все? Все, больше нет артикулов у нас по остаткам. И ниш. О, это кайф. Слушайте, это значит уже на одной волне хотя бы. Как распределяется результат в пропорциях? Без цифр пока неинтересно. Там десять, полтора, три, там это все ясно. Вот эти шесть артикулов. Какие из них результаты у первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого? Прямо, ну типа в долях, не знаю. Представьте, что они… В процентах, я поняла, да. В процентах, да. В процентах, да. В процентах, второй, тридцать. И вот эти вот… Двадцать пять, двадцать пять, двадцать пять. Нет, грубо. Где-то вот тридцать, двадцать пять, двадцать. И остальное там уже вот они делят. Тридцать, двадцать пять, двадцать. Это у нас 75 процентов делают три артикла, да? Да. И по чуть-чуть там вот это вот все. А вот такой вопрос. Вы отчетливо понимаете, какие из них являются лидерами не из-за того, что их кто-то больше или меньше покупает, а вы точно знаете показатели этих всех шести артикулов, чтобы сказать, кто из них действительно хорош. Сейчас объясню. Приносит прибыль. Нет, нет, нет. Смотрите. Вот это вот не то, чтобы ошибка. Все меряют А-категорию, типа денег приносят, смотри. Это и есть А-категория. Для меня А-категория – это тот товар, у которого есть классные шесть эффективных параметров. Шесть. Так, а то я показал. Вот. Смысл в чем? Да, то есть у нас есть… Да, да, да. Дайте шесть. Вот, соответственно, шесть параметров каких? Первое, второе, третье – это маркетинговые параметры, которые обеспечивают эффективность артикула природную. Это CTR как природный интерес к товару. Это конверсия как способность, собственно, перерабатывать трафик в заказы. И процент выкупа как способность перерабатывать заказы, продажи и в натуральные деньги. Это три параметра наших артикулов. Назовем это с маркетинговой точки зрения. И с некой продуктово-экономической точки зрения есть три параметра, которые звучат как цена в рынке, далее закупка выгодная и чек хороший. Вот давайте проверим просто вот так вот, чисто ради интереса. А какие критерии хорошего чека? Вот тут как раз очень интересная дискуссия вырисовывается. Я не так давно для себя очень важную вещь осознал. Для меня стало очень в какой-то момент триггером большим, когда начали сильно коммерциализировать выдачу на ВБ. То есть когда я понял, что во большом количестве ниш органика звучит уже как что-то на мифическом. Типа органика? Какая нахер органика? Типа все же за деньги. За деньги, да, как говорится. Так это Татьяна Владимировна пела песню, я не помню. Перепутал что. Значит, смотрите, ситуация какая. Здесь в какой-то момент времени, когда я начал копаться в нишах, оценивая свою нишу и так далее, я для себя понял такую штуку очень печальную, что если вдруг мой средний чек в нише, не очень высокий, то я по сути просто могу, ну скажем, минимально позволить себе маркетинг. То есть купить себе, например, трафик я не могу физически, если у меня товар стоит 500 рублей. Ну потому что вот разговоры о доле рекламных расходов у всех, они всегда одна из топ тем, да, сколько у тебя доли рекламных расходов, это обычно означает процент от стоимости товара, примененный к маркетингу, да, то есть ты берешь там условные 100 рублей, 10% от них это 10 рублей, вот твой бюджет, что ты на 10 рублей сделаешь? Да ни хера. А если у тебя товар стоит условно 5000 рублей, то твои 10% это 500 рублей, охренеть. Но, внимание, для этого не все ниши вообще в принципе подходят физически. То есть вот, например, ниша сумок, внимание, мы сейчас в нише сумок, пока что вот сейчас идем еще в платье, в нише сумок нету возможностей получить эффективность на хорошем чеке, на высоком чеке, нету, увы. И в связи с этим я, например, для себя очень четко в какой-то момент осознал, что я не прикипаю к нише, мне это неинтересно. Мне интересно, скажем, обосновывать бизнес аргументами в виде цифр, в виде прогнозов, основанных на цифрах, на тенденциях и так далее. Поэтому я не думаю, что у вас прям пунктик куклы, наверное, просто вы с ними зашли. Так вот, вопрос, у вас какой средний чек? Давайте с конца начнем. Какой средний чек? Это первый, шестой с конца пока, но немаловажный, вряд ли он самый последний по важности. Какой средний чек? 5 тысяч рублей. Давайте вот представим. 5 тысяч. 5 тысяч рублей. О, чудо. Это супер кайф. Вообще класс. А это средний чек, который в нише является прям вот средним? Это прям популярный сегмент? Выше среднего. А какой самый популярный сегмент в нише? 4. 3 500, 4 500. А, ну, короче, нормально. То есть, так, ну мы сейчас еще как бы за скобками кое-что глянем, да, то есть нам надо глянуть емкость рынка в целом. Я сейчас это запишу пока, но мы продолжаем. Так, пятый параметр. Закупочная цена, насколько я понимаю, у вас где-то полторы тысячи семьсот, потому что вы сказали, что у вас в товаре 5, а в продаже 15. Значит, у вас мультипликатор X3, правильно? Ну, а там, сейчас я скажу точно. У меня дорогая закупка. И если уж так прям подробно говорить, то у нас 3, ну, 2 900 закупка. И торгуем мы 7, там, 200. Стоп, 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 стоп. Да, да, да. Хорошо, мы прям зашли, знаете, вот муравейниками. А с СКП, вот, получается, средний чек, получается, для клиента это уже там 5 тысяч рублей. Не, 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 я про другое, да, то есть средний чек, это, ну, давайте, окей, у каждого свое понятие. Давайте называть цену, выставленную в кабинете вами. Ведь вы же с нее. Да, 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей. А рыночная цена? 5, ну, там, 5200, 5800. Я все буду проверять, будь не сомневайтесь, все буду проверять. Хорошо. Очень я душный тип. Но это во время вашего блага. Это хорошо, да. Да, 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 потому что все там очень уверенно, все дела, но, как бы, мы иногда, я иногда сам такие идиотские ошибки делал, что мне аж просто было стыдно вообще, в принципе, я думаю, твою мать, как же иногда неправильная цифра или запятая. Высчитаем прогнозы. Какая комиссия, 19%, да? Да, да, да. Так, едем дальше. Закупка 2900. Продажа 7 тысяч. Средний чек под вопросом, насколько он вообще, скажем, актуален. И показатель, ну, вот, ну, как бы, цена в рынке. Вот цена в рынке. У меня сейчас пока просто вопрос. Вы говорите, что выше рынка. Выше рынка, выше. А посмотрим, насколько. Может, это прямо именно прилично губительно ниже, выше, чем надо. И теперь идем в маркетинг. Давайте так. Процент выкупа ваш и средний нишевой. 92 средний нишевой, мой 85. Опа, 85. Ага. Так, едем еще выше. Конверсия ваша. Ну, давайте так. Я понимаю, что вы знаете. Это слишком сложный вопрос. Вот это мы сейчас все равно выясним. Поэтому у вас есть доступ к кабинету? Вы можете открыть? Конверсия к ежедину, не ругайся, 7, 8. А в заказ? Это вы просто несколько товаров взяли? Вот типа 7, 8. 7, 8, да. Вот 5 есть. Так, вот это уже признак херового артикула. То есть вот он как бы, это уже его лажает. Это у него чуть-чуть там где-то природные проблемочки. Так, 7, 8. Там типа от 5 до 8 это конверсия в корзину. Окей. А что у нас в заказ? В заказ 3, 4, 8, 5. До 8. 3, 8. Да, то есть это наша конверсия в заказ. Да, то есть я просто к тому, что вот представьте, да, например, при прочих равных у вас 6 товаров. И давайте представим, что один из них соберет все просто тумаки, и у него будет херовая конверсия, у него будет слабый выкуп, у него будет нерыночная цена, у него будет высокая закупка, и у него будет херовый природный CTR, допустим. Представляете, какой херней вы занимаетесь в одном из 6 случаев? Ну, при этом вы же можете его выдавливать на выручку, просто пиливая туда бабло, насыпая на него рекламу, он как бы через «не могу» продается, и вы такие, категория «А, здравствуй». Типа вот «нихрена ведь». И поэтому про CTR вы можете что-то между ними тоже сказать? Да, вот что, например, один из них в среднем на большом трафике, на общих запросах имеет CTR, например, такой-то? Да, я скажу. На общих запросах у, получается, топовой карточки у него 9, а у второй, получается, топовой 6, а дальше пошли 2. Так, ну, то есть от 2 до 9. Да. Поэтому сейчас даже не разбираясь сильно дальше, уже точно я бы вам прям вот первое, что хотел как рекомендацию дать, это просто еще почистить матрицу, потому что 6 – это уже великолепно, но было бы намного лучше, если бы у вас была одна или две карточки, но такие, что на них перо кидаешь, и оно разрезается, настолько они хороши, в такие карточки вкладываться и развивать их одно удовольствие. Углублять их, увеличивать их остатки, делать их гео, дотачивать им CTR-ы, конверсии докручивать, выкуп чинить. Представляете, какое это удовольствие заниматься, назовем это талантливым спортсменом, его развивая до Олимпиады. Комментарий вот вдогонку, там просто в чате у нас есть как раз вот героиня, у нее нет тут камеры, мы ее не включим, поэтому очень просто все. Но у нее есть 4,5 тысячи артикулов, и вот она ищет для себя решение… Поэтому и камеры нет. Я бы тоже не включил камеру. Решение в том, чтобы лечить карточки, а их нету смысла лечить. Их как тараканов надо лечить прямо так. Потому что их сжечь надо все. Да, да, да. Вот шушары, метод шушары. Честно говоря, извиняюсь, конечно, юмор черноват, как бы, да, но вот я бы с таким артикулом 4600 единичным, да, в кабинете бы проступил примерно, все бы на шушары отправил в идеале. Оставил бы 2, 3, 5, 10, которые прям огонь. Ладно, шучу, шучу, шучу. Любимые карточки, вот это, я это все проходил. Вон у меня любимая карточка, вот эта розовая, это мой первый товар на ВБ. Я его так любил, что даже цену не снизил никогда. Поэтому не продавал. Можешь вот еще раз от себя дать комментарий один, очень важный, пожалуйста. Сейчас на примере Олеси это видно, да? Вот ты говоришь, обрезать ее 6 карточек. Да, мы вместе сделаем это. А сейчас нас слушают люди, там кто-то начал только, у него там 5 карточек, а у кого-то вот 4,5 тысячи, они такие типа, а мне говорили, что чудо, это вот сейчас SEO правильно настроим и полетим. Обманывали. Да, донеси просто, что нету больше чуда. Чудо, оно состоит. Его и не было. Вот в чем дело. Оно не состоит из одного фактора. Вот. Вы пришли. В ЕКОМе много факторов. И вот сейчас Вячеслав просто очень грамотно, поэтапно рассказывает, как Джоан Роулинг. Атлант расправил плечи, да, по-моему? Гарри Поттер. Надо было подыграть, все равно никто не знает. Господи. Да, ладно. Ладно, я просто не читал и не смотрел Гарри Поттер пока еще. Берегу себя. На старости посмотрю. Короче, смотрите, вот я сейчас рассказал Олесе очень такую быструю на промотке декомпозицию с шестого до первого параметра, назвав их главными шести показателями товара нашего, да, с вами на маркетплейсе. Давайте я объясню суть и на пальцах немножечко объясню ее, как бы, последствия, если мы ее не понимаем. Да, то есть многие люди выбирают товар по залету. Просто нравится, продаю. И продается. Ну и здорово, класс. Но вот когда мы для себя, собственно, начинаем какой-то осознанностью постепенно, да, интересоваться, то у нас возникают сомнения. Ну вот я сейчас приведу примеры жизни. Я очень люблю приводить примеры, которые просто понятны всем. Ну вот смотрите, пример в отношениях. Вот у меня с моей женой очень интересные отношения. мы с ней расставались на пять лет, потом опять вот сейчас встретились, вот, и там занимаемся производством детей, да, сейчас на текущий момент. Это такая мужская версия происходящего, да, как я, да, типа у нас вообще развивается сейчас семья. Но я до этого, как и она, кстати, очень много сделал проверок, проверок ниш, назовем это так. Да, то есть, и мы как-то так все напроверялись и такие, блин, короче, получается, что мы друг у друга лучшие. Прямо. И я просто взял и такой, короче, возвращайся, а. И хотя я и сам в тот раз предложил уходить, а такой, возвращайся. И она такая, ну давай. И вот мы теперь вместе уже больше 10 лет, все у нас классно, и мы счастливы. Но вот есть люди, которые никогда ни с кем не встречались вообще. И вот они в браке. И мне немножечко стрёмно за их внутренних демонов, потому что они наверняка с ними имеют дело. Типа, а что, если это не лучший? А, ё-моё, что же делать? И вот то же самое здесь. Вот эти куклы могут быть как 6 артикулов точно из них кто-то не лучший. Это первая мысль, да? Она такая, чуть более простая, локальная. Так вот и сами куклы могут быть как ниша не лучшая, например, да? А как выяснить вообще лучшая ниша или не лучшая? Очень просто. Когда мы планируем и ставим себе цели, мы только после этого подбираем под себя способы их достижения. Да, то есть если мы запланировали с вами, например, не знаю, там, приехать в такую-то точку B, мы же выбираем только после этого вид транспорта. Во сколько выехать? Сколько стоят билеты туда или сюда? То есть мы начинаем, исходя из цели, декомпозировать, раскручивать наоборот и смотреть, с чего бы начать, и делаем первый шаг. Всё. Купили билеты на нужный рейс. Всё. Уже мы начали двигаться к цели. А когда мы говорим о нише, мы её обычно анализируем только постфактум. Мы такие, ну мы уже продаём вот это, и типа, а что там она себя, кстати, представляет-то относительно других? Мы такие, ну вроде, что-то представляет. А представьте, если вот ваша цель, и мы сейчас вот давайте это тоже разберём, она в принципе не сможет быть достигнута в этой нише. Вдруг так? Потому что я сейчас задам ключевой вопрос, а какая ёмкость ниши всего? Сколько там всего денег на всех, допустим? Ну я сейчас утрирую, сейчас просто, а представьте, ну у вас, скорее всего, не так, но, а если там всего 8 миллионов в месяц на всех, вы что, хотите стать монополистом в нише? Я думаю, что эта задача, мягко говоря, даже для опытных не самая простая, если не сказать, что нереалистичная. Поэтому вот, откуда может расти выбор ниши. Скажите, пожалуйста, нишу, в которой вы сейчас предпринимаете. Как она называется? Вица куклы. Игрушки куклы. Куклы. Да. Вот они. Вся ниша на текущий момент это 300 миллионов. Это уже неплохо, при учёте того, что вы хотите её часть. И давайте посмотрим бренды, которые в ней играют в эту игру, и их доли, и их результаты. То есть вы, по сути, хотите занять примерно 2-3% рынка, то бишь зайти примерно в топ-5, по сути, в топ-5, грубо говоря, подвинуть вот этих вот ребят. Оказаться после Рейбан хай, да, вот этим пятым игроком. Но теперь вот, ну просто пока не лазая в глубину, пока что мы видим, что вот они действительно делают более-менее неплохие средние чеки, при всём при этом, с хорошими своими результатами в виде выручки. Вот. Но задача не выглядит лёгкой. Учитывая, что у вас опыта в бизнесе нету, именно в бизнесе, а опыт ваш на ВБ небольшой, то взять и зайти в топ-5 ниши, это достаточно сложная, на мой взгляд, задача. Ну типа без преувеличения. Ну как бы задача непростая. Она не сказать, что вообще разрывающая, но было бы намного проще сделать в этой нише условно топ-20, топ-30. А топ-30 в этой нише, увы, мягко говоря, так себе результат для ваших целей. То есть ваши цели были бы намного комфортнее достигнуты, если ниша была бы пошире с точки зрения денег. Да, поэтому мы сейчас наняли маркетолога, который занимается поиском, подбором ниш для того, чтобы мы сделали вот этот результат. Давайте я вас научу это делать немножко более гарантированно, потому что я вот когда слышу, я наил маркетолога, и он решит мои проблемы, я вообще сразу перерываюсь за людей, они такие, блин, в иллюзиях, в очках розовых, хотя уже лето закончилось давно. Давайте так, смотрите. Ну, во-первых, я просто приведу вам пример, даже банально вот возьмем какую-нибудь, у меня потом партнер все время ругается, говорит, все время ты нам конкурентов только придумываешь, успокойся, перестань делиться всем, что у нас происходит. Значит, смотрите, вот чтобы достичь вашу цель в платьях, представляете, надо быть тупо топ-200, ну, грубо говоря, да, понятно, сейчас процент выкупа здесь надо тоже учесть, натуральная выручка здесь, она, конечно же, другая, если говорить про выручку, по факту вам надо быть, ну, где-то примерно топ-50, да, но это, типа, не сложная задача, и там, хватает совершенно разных товаров в разных ценовых сегментах, но это еще не все. Теперь смотрите, переходим в ценовую сегментацию и задаем себе вопрос, какие пять сегментов, самых основных, эконом, средний минус, средний плюс, премиум и люкс есть в этой нише, и как распределены доли. Мы с вами перешли в ценовую сегментацию, разрезали ее на пять частей, и, внимание, смотрим, какой сегмент самый объемный под деньгам. Смотрите, получается, что ваш сегмент действительно преобладает, но это не до конца, честно сказать, ваш сегмент, потому что там от трех до бесконечности, и да, это, по сути, можно назвать честно, что у вас не 300 миллионов, лично, ваша пророгатива работать с цифрой 120, вы на нее претендуете, но давайте еще немножко упростим, а вот от трех до бесконечности на пять сегментов разделить, какой из них все-таки ваш, а вот теперь, внимание, ваш, вот он, получается, ну или в худшем случае, вот он, и это почти самый худший по объему и капитализации внутри уже сегмент, то есть по факту, основной, будем называть это, сегмент внутри этого находится в диапазоне три с половиной четыре, а никакие не, даже не пять, и не шесть, и тем более уж не семь, поэтому вот ваш сегмент, представляете, и вы по сути сейчас говорите нам такое, хочу 70% рынка, сегмента 6-7-8 тысяч, звучит крайне амбициозно, очень, очень сложно, и вот сейчас уже сложность хай уровня максимального, скорее всего, с вашей текущей командой не до конца пока что еще, ну как не то, что не до конца, не оптимизированной командой, не заточенной, это не спецназ, да, который высаживается в нишу и такой, поехали, это еще пока формирующаяся команда, задача звучит нереальной, вы ее, скорее всего, не сделаете, ну я оптимист, да, но реалист, поэтому хочу вам лучше чуть-чуть помочь сделать шаг назад, чтобы потом два вперед, а не наоборот, да, типа все хорошо, все красиво, все здорово, ну а теперь нам надо выбрать сторону, мы сейчас до конца откровенно, и вы покажете артикулы, или будем немножечко по картам Таро, 1702-68-597. 597, так, младенец Риборн, так, это типа натуральная, человекоподобная, да, такая, кукла реалистичная, и, собственно, мы заходим, смотрим за три месяца, и определяем, кто же там, в принципе, сейчас в каком состоянии, так, вот наши, собственно, товары, по сути, ну здесь, уже как бы, есть ощущение, что это, очевидно, здесь, да, как бы, эффективность выше, но, с другой стороны, очень сильно есть вопросы ко всем, потому что нередко бывает такое, что мы просто какие-то артикулы не продвигали, поэтому они не стали топовыми, а хотелось бы условно правильный выбор сделать, поэтому я бы эти артикулы сейчас сделал через определенную таблицу, значит, я вам сейчас покажу таблицу, вам ее дам, пришлю на нее ссылку, и вы ее заполните, пожалуйста, сейчас я вам, сейчас я покажу, как просто... Ой, я не смогу сейчас заполнить. Не, не надо сейчас, потом заполнить, и всем дам эту таблицу, просто заполнить ее. Короче, смотрите, вот она таблица, видно, да, экран? Угу. Значит, внутри этой таблицы есть песочные поля, и голубенькие, это считается формульным. Нам с вами нужно будет заполнить вот эти все данные, цена, процент выкупа, маржинальность, закупка, если что, маржинальность можно посчитать вот здесь, здесь есть такой нарезатель, калькулятор, который все это посчитает. Дальше, соответственно, процент конверсии, корзину, в заказ, вот конверсия 1, это корзина, это заказ, это CTR, вот, и, собственно, после того, как вы это заполните, вы для себя увидите, что ваш товар выдает какой-то ROI, да, то есть это способность его показать вам прибыль на ложные деньги. Угу. Вот, вы сделаете все шесть товаров, так, и окажется примерно такая ситуация. Сейчас вам покажу. Давайте представим, что у вас... Это упущение, нам бы с тобой это в аксе делать. Сделаем. Короче, смотрите, представим ситуацию, что вот это некий прототип какого-то товара, у которого есть способность делать, там, 136% ROI. Здесь еще важно понять, что почему здесь 6 миллионов стоит, это абсолютно опциональная цифра, это количество показов, которые мы как бы способны получить. Купить, там, не знаю, органически достичь, неважно, можем просто ставить любую цифру, главное, чтобы она была у всех одинаковая. И примерно это приведет нас к тому, что если мы дадим одинаковый объем показов нашим шести артикулам, на что они способны? На те 6 миллионов показов артикул номер один, что ты с ним сделаешь? Я с ним сделаю. Столько-то выручки, да, столько-то прибыли, такое-то ROI, а дальше мы ему скажем так, а теперь представь, что весь трафик платный по 125 рублей за тысячу показов, что ты тогда мне сделаешь? Тогда я тебе сделал 84% ROI после уплаты за маркетинг. Нормально. Окей. А представьте, вот ваш один из артикулов покажет что-нибудь такое. У него вот так, у него вот так, а у него при этом здесь вот так, чуть-чуть вот так, слегка вот так, и здесь он как будто продолжает что-то нести, но, скорее всего, его уже посыпало вниз, потому что выручка настолько мала, что среди прочих ему позицию эту не отдадут уже, она будет слишком для него велика, и на этой выручке он уже позиции не удержит, поэтому на самом деле ему, дай бог, там его предел это вот столько, и там столько прибыли, если что, и не дай бог вам и на него покупать рекламу, это просто утопия и печальная боль. Поэтому вот этот сценарий приведет к тому, что из шести артикулов вы сможете по достоинству определить, какой из этих артикулов действительно хорош, а не потому, что вы просто продвигали вот этот. Может быть, вы просто в него вкладывались, а в остальные нет. Мало ли, такое тоже может быть. Или у вас, например, у него есть остатки, поэтому вы на него, не знаю, больше делали продвижение, а на остальные, потому что там их было меньше, например, меньше тратили, для продвижения. Поэтому пока не факт и непонятно. Я бы их просто сейчас между собой сравнил. И вы тогда отчетливо увидите именно порой, как финальному оценочному баллу, как типа, представьте, это ЕГЭ товара. Мол, ребятки, шесть артикулов, сдаем ЕГЭ. И вот, мол, рой, пожалуйста, 136, 53, 27, 5, Сбербанк такой, может быть, к нам деньги разместишь, депозит, зачем ты херней занимаешься? В какой-то вот этот товар вкладываешься, там 5% порой, ты что, на приколе. Поэтому вот вам такая вот табличка, я вам примерно объяснил, что она из себя представляет. Вот этот первый слой говорит, что если наша органика будет бесплатной, и сколько мы будем зарабатывать, а тут нам говорит, а что если все будет платное, хотя бы по 125 рублей куплен трафик весь, будем зарабатывать? Вот здесь ответ. Поэтому рекомендую всем это сделать. Мне кажется, я хотела поблагодарить тебя за табличку на открытом разборе для аудитории. В общем... Как говорит Стас Михайлов, все для тебя. Вот так? Ладно, это уже шутка заготовленная. Честно говоря, я вчера ее произнес, поэтому извиняюсь, больше заготовлено не буду. Да, ну, просто объясни, что ее надо сохранить себе и сделать копию. Да, нужно нажать файл, создать копию, она все равно возвращена от корректировок, и спокойненько в ней изгаляться, потому что это и есть огромный, важный ответ на вопрос, можем ли мы с этими товарами, или конкретно с кем мы можем двигаться дальше, кого закупать много, кого раскладывать по складам, кому увеличивать размерные сетки, представленность размеров, на кого тратить бабки на доточки всяких контентов, обложек, хреножек и так далее, а в кого просто типа сказать, слушай, ну ты вообще дно, я просто тебя на рентгене проверила, там у тебя все в дне, и поэтому вам надо просто это сделать, как первую, вот у вас уже есть инфа, у вас уже есть статистика, вам уже все понятно, вот мы заходим в наш кабинет, например, вы заходите вот сюда, смотрите, соответственно, ваши товары, открываете как можно больше данных и анализируете в воронке продаж ваши конверсии, не буду показывать отдельно взятые, потому что у меня уже 20 конкурентов в конкретных модели сумок, но я просто к тому, что вот давайте чисто по приколу вам покажу парочку артикулов, которые сразятся на уровне вот этих показателей, давайте представим, что, допустим, это будет вот такая сумка и, например, сумка, которую мы раньше считали нормальной, потому что она продавалась, посмотрите, какую у них... Ты можешь любую, у тебя же 50 сумок, ты можешь любую... Не-не, я просто к тому, что вот, посмотрите, например, конверсия в заказ 7, ой, точнее, в корзину 7, в заказ 16, здесь 10, здесь 14, но вы скажете, подожди, это, например, не такая уж большая разница, да, но есть одно но, эта сумка продается за 2 тысячи, а эта за полторы еле вывозит такие показатели, и они условно здесь сильно херови, 7 и 3, и 10, да, процентов конверсия в корзину, это огромная пропасть, это из тысячи заходов разница в 30 заказов, 30 корзин, это как потенциал, это, вы знаете, встречает по одежке, провожает по уму, если корзин и дно некого провожать, никто не пришел, поэтому надо сравнивать, и вот поэтому этот товар мы приняли решение выводить из ассортимента, потому что он не вывозит, а какой-то товар прекрасно себя чувствует, поэтому... Слушай, скажите, пожалуйста, а ты держал свои сумки за тысячу рублей в руках? Я все держал сумки в руках, но это не помогло мне выбрать из них адекватные, только цифры мне помогли это определить, я вообще ни хера не понимаю в сумках настолько, что я просто в какой-то момент как раз это и понял как проблему. Я такой, слушай, да хватит уже, позови партнера, который будет гореть этим, и вместе двигайтесь. И тут Станислав пишет, что большинство самых крупных одежных брендов основаны мужчинами. Да, и мужчины выполняли в этих брендах немножко другую роль. Чаще всего это финансы и управление. Я вам скажу, по секрету, топовые платьевые бренды стоят за ними мужчины. Ну, так получилось. Даже те, которые называются по-женски и фамилии между женщин. Да, да, да. Там есть просто продуктологи, которые играют в упаковке, в выборе моделей. Ну, типа, посмотрите интервью Ивана Хохлова в 12 stories, да, он, его жена и сестра жены, да, вот они, жена работала где, в продакшене крутейшем, да, там, или сестра, или жена, ну, кто-то из них. И трое занималось съемками в журнале мод. Ну, типа, у них безумный опыт в стиле, в моделях, в образах, в тканях, ну, во всем. А он управлял вообще производством. Ну, можно сказать, что вот 12 stories, да, одежный бренд, созданный Иваном Хохловым. Иваном Хохловым и двумя еще подружками. Чему Хохловым? Сразу как будто сыр какой-то начинается в голове. Вот так презентовал Саша в интервью. Ну, есть Александр Соколовский. Митрий Ковпак. Ну, я не. Вячеслав. С вами сегодня. Да, нет, на самом деле очень много примеров успешных женских брендов, основанных мужчинам. И это ни о чем буквально не говорит, лишь о том, что правильно построена система. Теперь вторая польза, она очень будет для всех одинаково полезна. Протестируйте свои ниши на наличие своих, ну, скажем, на наличие возможности достичь свою цель. И насколько она будет сложна у вас в вашей нише. Вот давайте просто пример. Допустим, вот у нас куклы. Значит, куклы. Это у нас 300 миллионов. Давайте вот табличку сделали, да, вот, например, ниша куклы. Ее выручка ниши вот такая. Вот, сейчас я сделаю покрупнить, чувствую, люди с плохим зрением напрягаются через экран. Поможем вам. Значит, вот так, например, выглядит ниша куклы. Средний чек кукол, прям общий по больнице, вот такой. Вот он. на 2 тысячи рублей. Дальше, смотрите, какая важная интересная деталь. Средний чек. Например, вы со своей стороны же, прикидывая цель, обычно ее декомпозируете. Что это имеется в виду, да, то есть вы планируете как цель какую-то цифру, а эту цифру делите на какие-то части, запчасти, да, в виде, например, артикулов. Вот вам еще одна таблица, в которую можете это быстро нарезать. Ну, допустим, вот вы сказали, хотите 8 миллионов. Из этих 8 миллионов, скорее всего, вы хотите, ну, сколько? Ну, наверное, процентов 30 минимум видеть как, ну, хотя бы, не знаю, 35 операционной прибыли, да, которую дальше там очистят затратную команду. 20 чистыми ты можешь зафиксировать. Ну, допустим. Норматив. да, соответственно, сколько нужно тогда сделать, это что у нас получается, где-то примерно миллион 700, да, там, ну, давайте округлим, 2 миллиона прибыли хотим. Значит, 2 миллиона прибыли хотим и продаем товар например за, не знаю, за 3 тысячи рублей. В таком случае, если товаров 3, то надо, чтобы каждый артикул делал вот столько в заказах, а в зависимости от того, какой у него выкуп, ну, допустим, если это вот такой выкуп, то у нас получается вот столько будет в виде выручки, а при маржинальности там 20, 30, там 40, не знаю, какая там у вас, у вас будет вот примерно расчетная какая-то операционная прибыль. Ну, я сейчас не опускаюсь, ну, не то, что типа, не опускаюсь до этого, не иду в глубину, типа, не говорю о EBITDA, об прибыли за вычетом налогов и о дивидендных выведенных деньгах после выплаты всей херни вот этой-то НДФЛы, налогов на прибыль, туда-сюда, просто вот на каком-то верхнем уровне пока общаемся, чтобы не выносить себе мозги. То есть, получается, что если у нас будет три артикула, это надо, чтобы ниша смогла сделать нам по примерно там два с половиной три миллиона в заказах выручки, да? Так вот, представьте, если ниша не способна это сделать, как мы это можем проверить? Мы заходим в эти наши, собственно, ниши. Ну и здесь можно даже не ковырять, здесь вообще один артикул с двумя миллионами, да? То есть, он в принципе один, поэтому здесь можно смело написать, давайте назовем это артикулов СКУ с целевыми показателями, то есть, СКУ с ЦП. То есть, вот мы поставили цель, декомпозировали ее до какого-то сценария, да? Типа, что если мы сделаем на трех артикулах? Получается, что у нас один артикул в нише достигает такую цель, какую мы выставили в этой нише. И если вообще по чесноку смотреть, то ни одного, потому что у него средний чек ниже, чем наш. То есть, в нашем случае будем называть это СКУ с целевыми показателями ноль, а СКУ с показателями два миллиона плюс, ну просто один. Дальше я опять совершаю акт приглашения вас в свою новую нишу, вот, и предполагаю, что если мы спросим за год. Да, ты знаешь, что мы вот в платье агитируем уже полтора года, причем всех мужиков, потому что мужики умеют создавать достаточно сильный инфляционный бизнес, да, вот, а в платьях просто какой-то лютый объем, просто. Да, абсолютно. Более того, сейчас вы удивитесь, смотрите, я сейчас, давайте так сделаю, я люблю все-таки вот более конкретную аналитику, поэтому платья, так как они амплитудные, вечерние и летние, они меняются, то давайте за год посмотрим и представим, что двухмиллионная карточка за год, это та, которая сделала, грубо говоря, 24, ну, за месяц. Двухмиллионная это 24 годовая, правильно? Вот, и посмотрите, сколько 24 миллионных карточек, больше 3000 рублей за последний год на ВБ. Смотрите, да, то есть вот мы сейчас долистали до первой страницы списка, и у нас еще 24 миллионных даже нет. Мы идем на вторую страницу, ищем там, и там мы только догребаем до 24 миллионов, то есть, грубо говоря, карточек, а если мы еще грибанем вот на третью страницу, скорее всего 24 миллиона там тоже будут, то есть их там 200, наверное, сколько вот, 210 карточек, 210, у которых есть возможность сделать 2 миллиона плюс, причем подтверденных еще и за год. А мы про куклы даже еще не смотрели, потому что таких нету за год. Сама ниша примерно представляет из себя 10 миллиардов, ну там вот, если говорить про нишу за последний месяц, но она примерно там колебается там от 5 до 12 миллиардов заказов, естественно, она растет постоянно. Ее средний чек, он, конечно же, совершенно разный, здесь он выглядит как вот такой, хотя там есть и свыше трех тысяч, там и свыше пяти тысяч, много артикулов, но тем не менее целевых показателей, которые мы хотим достичь, представьте там 200 нахрен плюс. И теперь, это я сейчас только две ниши взял, а теперь мы заходим в нишу внутрь и спрашиваем, а что же там творится у брендов с точки зрения нашей текущей цели. если мы хотим сделать 8 миллионов, ну, я сейчас с погрешностью на выкуп, то это значит, мы хотим сделать по году 96 миллионов. Сколько брендов сделали 96 миллионов по году? Вау, заколебемся искать, наверное, их, ну, короче, так как здесь топ состоит из 200, то здесь даже мы 200 не разменяли, то есть мы будем топ-300, топ-400, чтобы достичь эту цель. Блин, это очень-очень легко и непринужденно. Но есть один секретик. В МП-статсе есть приличная погрешность. То есть я просто в какой-то момент очень сильно озадачился точностью данных и в какой-то момент мне стало понятно, что мой конкурентный анализ страдает немножко. Поэтому смотрите, какая ситуация. В МП-статсе чем больше количества заказов и вообще назовем это оборачиваемости на товаре, тем больше погрешность в точности данных. Так вот, я вам просто для примера сейчас несколько приведу примеров, насколько могут данные отличаться. Например, если платье делает миллионов 15 в МП-статсе в заказах, в действительности оно легко может делать от 23 до 27 миллионов в кабинете. То есть погрешность очень большая. Если, например, платье делает 2-3 миллиона, то его погрешность уже будет сильно меньше. То есть его погрешность может быть 20-30%. То есть вот такой коридор существует. Поэтому если вы видите товары, у которых большая оборачиваемость, много действий, много продаж и написано 15 миллионов, смело делайте 23 и более в заказах и оттуда считайте реальную выручку. Поэтому по-настоящему здесь действительно очень много примеров и еще Олеся, да? Вот в этой нише, чтобы достичь вашу цель, надо сделать не полпроцента. Здесь достаточно двух десятых и менее доли рынка. Это даже вас никто не узнает. Вас даже никто не будет. Смотри, миллиардерша пошла, миллионерша. Никто не знает вас. Здесь никому нет дела до вас, грубо говоря. это достаточно полезное и правильное состояние, когда ты не торчишь вот там, как Зарина, да, с ней все понятно. Это бренд Мелон Фэшн Группа, он один из. Если зайти в продавцов, понятно, что там как раз ребята делают существенно больше, но тем не менее, даже и там мы не легко как бы затеряемся и нас не будет сильно отсвечивать цифры, да, то есть налоговую мы, конечно, раздражать будем уже, ну, возбуждать, не раздражать, но, опять же, вот, поэтому нишу подбирайте под свои цели и посмотрите не просто сколько там денег, а сколько там денег, которых вы сможете рассмотреть как пирог, с которым вы хотите поиграть, который вы хотите делить, потому что в вашем случае в куклах вашего пирога сколько там, 15 миллионов, по-моему, да, в вашем чеке, но это смех, это ничего. Сколько рынка, например, в трехтысячных тиро-пятитысячных платьях, до хрена, ну, и еще куча ниш. Это очень хорошие разборы, я уверен, что Олеся много забрала, но если мы 15 минут уделим парочке смыслов про SEO, про заголовки и про расширение видимости, хотя бы на примерах будет прям, ну, давайте, погнали, значит, смотрите, вот у нас с вами, вообще давайте так вот, SEO, переходим мы в SEO, расширение запросов, мы же собираемся сначала собрать ядро в нише, переходим в, собственно, в инструмент, тут мы вводим по товарным позициям все эти артикулы и нажимаем подобрать запрос. Сейчас нам будет доступен весь список без дублей, поделенный на две группы, запросы и слова, из которых они состоят. Нам нужны слова. Мы эти слова берем и, например, самые наиболее значимые, это которые часто встречаются и много суммарно несут полезности, то есть, вот видите, например, слово там, ну, не знаю, единорожка встречается не так часто и несет не так много пользы в виде количества суммарных запросов, то есть, например, дочери, то есть, подарок для дочери, тоже среди этих товаров в ядре, в карточках присутствует. Или, например, какой-нибудь, давайте возьмем ключевик, точнее, слово, например, какие-нибудь маленькие, то есть, слово маленькие, куклы, игрушки, там и так далее, они несут существенно больше пользы, потому что их суммарное количество частоты, оно уже несколько десятков. Поэтому давайте возьмем запросы, у которых хотя бы от 5000 и более частоты суммарной, скопируем их, и вот уже дальше мы пойдем в проверку карточки товара, возьмем наш артикул, так, где у нас наш артикул, вот он у нас, допустим, мы возьмем вот эту, куклу, скажешь, эту, неважно, вот из них какую-то взяли, вот, вставляем сюда артикул, нажимаем получить отчет, после этого слова, именно слова отсюда вставляем сюда, нажимаем проверка и смотрим, сколько здесь упущенных, упущенных как бы базово многовато, но мы сейчас еще должны сначала убедиться в том, что ну какие-то из них может быть просто мимо, поэтому типа и хрен с ним, что они упущены. Поэтому давайте мы делаем сортировку по есть так, чтобы было тех, которых нет, да, то есть, например, платье, ну вполне возможно по хрену, то есть какие-то слова, которые нам могут быть неинтересны, ну например, барби, в теории я думаю, что этот запрос может быть смежно интересен нам, да, люди ищут куклу барби, но они ее ищут вполне возможно как просто куклу, потому что по-другому не знают, как ее написать, да, при этом она скорее всего имеет частотность хорошую, проверяем сколько, да, то есть у нее частотность как потенциал весьма приличный, я бы ее добавил, будут ли ее по ней покупать, искать и заканчиваться, это будет продажа или нет, это уже третий вопрос, дальше, да, например, кукла лол, ну это, кстати, аналогия куклы барби, это просто как модель, да, условно, есть там разновидность, я просто как отец двух дочек пока что могу сказать, что это все мне известно, вот, значит, одежда, ну окей, мимо, потому что скорее всего могут искать одежду для кукол, и скорее всего, это другая может быть категория, в основном, поэтому хрен с ней, вот лол, вот барби, английский лол, русский лол, вот английская барби, коробка, так, ла-ла-фан-фан, это мне вообще непонятно, что это, скорее всего, может бренд какой-то, дальше ищем, 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 набор, ну вполне возможно, у нас кукла еще чем-то вкомплектована, да, то есть может быть это кукла, и сколько-то одежды, не знаю, надо добавить, условно сюрприз, слово, да, потому что если карточка в этой категории ранжируется по запросам подарок, сюрприз, значит сюрприз надо добавить, скорее всего, он тоже имеет какой-то потенциал, несколько тысяч, 15 тысяч имеет, дальше, кукла с чем-то, да, с бутылочкой ли она, там, не знаю, с памперсами, с одеждой, не с одеждой, это мы не знаем, но если у нас она, например, есть, то наверняка, может быть, стоит ее и взять, даже если ее и нет, я бы все равно сделал, ну и в принципе, если мы сейчас вот так вот прогуляемся, то окажется, что здесь достаточно много запросов, ну, например, слово куколки, да, то есть куколки, кукла легко может оказаться принципиально другим кластером, принципиально другим, собственно, как пул, да, запросом, и внутри этой группы будет куча полезных запросов, да, и содержать они могут весьма много, да, вот, например, 30 тысяч, а ее, например, нету, и так далее, поэтому обязательно пройдитесь и добавьте те слова, которых у вас нету. Вот мы с чем столкнулись тоже, дам комментарии, там у нас есть, ну, там разные айтишники, которые к нам приходят в АКС, может быть, тебе интересно познакомиться, они берут, и они нащупали несколько алгоритмов, когда, типа, срабатывает, ну, серия событий, то твоя карточка попадает или на восьмое, или на двенадцатое место, но что происходит, когда у тебя недостаточно остатков для этого места, ну, конверсия не проработана на первой карточке, там, воронка не проработана, например, она там стремится к пяти, а не к десяти, да, а там CTR у тебя не там не пять, или даже хотя бы не три, а там полтора, то, естественно, ты сразу начинаешь падать, но те, у кого остатки есть, размеры есть, карточка хотя бы на уровне, CTR проработанная, воронка там хотя бы больше шести, ну, из клика в корзину, да, происходит магия, ну, ты понимаешь сам, какая магия, то есть, конечно, ну, вот как раз вот эти шесть, ну, там, или хотя бы три фактора, которые сходятся воедино, это еще не про зарабатывать, но это про уверенно держаться в топе, CTR, конверсии, крутой выкуп, для ВБ, ну, лучше ничего не бывает, да, как сочетание идеальных этих параметров для товаров, именно они-то в основном в топе, все и держатся легко, а ведь есть же те, кто выходит в топ, а потом оттуда сыпется, так как выходит искусственно, а потом такие, ну, а карточка не способна, и вот это все мытарство, вот эта вся, вот, деятельность, она же просто приводится к помножению на ноль, то есть, ты старался, тратил деньги, тратил время, усилия, мозги, там, команды, все дела, а товар просто не дееспособен, у него просто все херовое, и ВБ такой, ну, браток, ты извини, у тебя, как у потенциального конвертера в бабке, очень уж плохо получается, поэтому я тебе свои показы не дам, ты не умеешь с ними работать, ты мне зачем, и это справедливо, я бы искренне так же бы делал на месте ВБ, абсолютно, это правильная и справедливая позиция, просто мы не понимаем для себя вот важность этих внутренних показателей, мы считаем, что товары эффективные, это которые продаются, так а представьте, если они, например, просто продаются вопреки, а как круто продается тот, которому просто нужно помочь, иногда есть товары, которые ты запускаешь, и рекламкой чуть-чуть просто вот так посыпал, и он просто полетел, как бешеный, просто потому, что у него в базе под капотом офигенные параметры, поэтому теперь вопрос, как найти такие товары, давайте упрощу вам много, собственно, боли будущей, уменьшу ее, как это сделать, возьмите принцип воронки, я это называю метод тыквы, есть замечательная книга, да, вот Игорь Маннер сказал про книгу, даже не предлагаю вам ее читать, я вам сейчас ее перескажу за минуту, и поэтому надо ее читать ли, да нет, в общем, метод тыквы, очень простой метод, который звучит как воронка во всем, то есть представьте, если вы, например, сделаете вот эту аналогию, как в этой книге описано, в чем она там, да, то есть люди просто берут, и угорая, выращивают самые большие тыквы, а потом едут с ними на соревнования, условном Техасе, выигрывают их, и довольные идут в следующий сезон, и опять выращивают самые большие тыквы, что в нашем случае является аналогией, в нашем случае аналогия, что из этих шести укол у Олеси, скорее всего, тыква, дай бог, одна, максимум две, а может вообще ноль, скорее всего, именно если оценивать по нише, по показателям внутренним и так далее, и вот, собственно, как он выглядит метод, они берут лучшие семена, их, собственно, сеют в лучшие грунты, потом на всходах первичных, они сразу видят потенциал, некоторые эти всходы сразу гасят, потому что они прям, ну, не подают надежды, те ростки, которые поперли, более внимательно удобряют, ухаживают и занимаются ими, по итогу все равно вегетативную стадию перерастают и завязывается плод быстрее у некоторых из них, остальные идут нахрен опять, их уже становится всего лишь 4-5, из этих 4-5, они понимают, что вот эти две идут прям первыми, они эти три вырезают, из этих двух на финишной прямой оказывается тыква, которая прям бухнет, и она такая, ох, тысяча килограмм уже, а у этой 800, до свидания, и вот эту тысячную, они дращивают до 1200 килограмм и везут на своем фургоне на соревнования, чтобы нам добыть таких товаров, нужно просто совершить энное количество этих забросов, то есть как в сказке про старика и море, он кидал небо, иногда ничего не было, ничего, 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 тыква, окей, хочешь еще тыкву, но еще позабрасывай, поэтому вот методика, берете какую-то нишу, только одну, а не несколько, то есть забросы не в разные должны быть, да, реки, а в одну реку ты закидываешь просто, например, в какой-то нише 5-7, лучше 10 товаров, ну, предположим, 10 черных платьев, или каких-то, сколько-то, 10 кукол, отличающихся, одного цвета, плюс-минус, может быть, в одном сегменте, но отличающихся, одно платье вот такое, другое с какой-то рыболовной сетью здесь, там, да, типа, здесь там чуть-чуть такое, сякое, но все зато при этом только черные, только белые, чтобы не было никаких причин думать, что это сработала цветовая гамма, нам нужно определить модель, мы эти 10 товаров закупаем по чуть-чуть, ну, прям по чуть-чуть, размеров 3-4, по 10 штучек на остатке, напуливаем их все на кабинет, принимаем их, а как только они появились, мы им делаем одинаковое качество контент, прям одинаковый, как сможете, хоть фотками своими, да, надеваете свои фотки, неважно, но одинаковое качество, с одинаковой подачей, с одинаковой моделью, с женщиной своей, там, не знаю, с другом, с подругой, там, неважно, все, запускаете на них рекламу, одинаково, для этого нам нужно чтобы они были в одной рекламной кампании, то есть, когда у нас в компании одинаково, в одной кампании все карточки, они получают равную ротацию, то есть пропорция делится между ними, показы ровненько идут, те, которые не сработают на уровне CTR, прям с самого начала, после тысячи показов на каждом, можно уже вырубать, те, которые там 3-4, например, хорошо себя показали на уровне природного CTR, мы отправляем в следующий этап, и там мы дожимаем еще их по трафику, чтобы они начали показывать корзины, и дальше мы эти корзины на конверсию корзины смотрим, и выявляем среди них двух лидеров, и понимаем, что действительно, по факту, у нас у этих двух и CTR клевый, и конверсия в процентах корзинная хороша, ну и собственно, вот уже эти две, я бы дальше развивал, закупая по ним побольше остатков, и уже спрашивая у людей про их выкуп, ну и по итогу, скорее всего, одна останется на выходе, потому что у этой будет похуже выкуп, у этой получше, знакомьтесь, первая ваша тыква. Я бы предложил вот всем, кто нашли комбо, и крутые карточки сделали, вот вы их не показываете никому? Я говорю, что не показывайте никому карточки, которые у вас зашли, ну которые у вас прям... Там все и так видно, знаешь, как бы человек, который хоть чуть-чуть, прям типа, знаешь, IQ чуть выше среднего, даже среднее, он может такой, а, вот эти? Ну да. Ну это типа, знаешь как, ну вот объективно, я, например, сейчас реально нишу сумки для себя прям очень сильно психологически инфлировал. Я такой, не, 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 стопе. А представьте, вот я сейчас вас на будущее вообще пугану жестко. А если вы на НДС, то у вас есть два золотых правила. Ты зарабатываешь тогда, когда у тебя хотя бы ярд плюс оборота и хотя бы 4 икса к закупочной цене в розничной цене, для клиента. Если у тебя 3 икса, ты зарабатываешь 300 миллионов на НДСе, ты никого, кроме налоговую, не кормишь вообще. Поэтому имеет смысл либо перерастать за НДСный уровень денег, но тогда иметь хорошую выручку и классный, классный мультипликатор, да, то есть умножать не на х3, вот эта православная мультипликация, то есть это, ну что-то страшное, а х5 хотя бы для того, чтобы отстегнуть этот 1х на маркетинг, и х4 будет кайфово, останется денег, да, то есть вот, но не все ниши такие вывозят чеки, поэтому ищите хорошие ниши и, собственно, заходите в те ниши, в которых все ваши потенциальные ошибки могут быть прощены, да, то есть, типа, высокий чек, большая ниша, достаточно свободный рынок, не очень дорогая реклама, способна простить, но низкая, низкий чек, маленький рынок, мало денег, много конкуренции, это рынок непрощающей ошибки, то есть вам на каждом повороте, скорее всего, конец, ну, типа, вот так это, это просто правда, так что, вот такой, как бы, позитивно, кисло-сладкий соус, да, как бы, сегодня в эфире подлил, мы тебя ждем 11 февраля, мы знаем, что у тебя 10 февраля, там, выпускной, да, в лагере, у нас, многие ребята, ну, у Славы есть программа лагерь, да, вот, видите, вот это, не просто так здесь, и это, как говорится, не фон, да, это просто вот, настоящее растение, вот здесь, настоящая мальция. И Слава так удивился, но мы искренне его, в группах акшелератора, кстати, рекомендуем, вот, потому что это усиливает компетенции, и это сильное дополнение. Вот, Слава будет 11 февраля выступать на первом модуле акселератора, и у нас с тобой будет там 3 с половиной, ну, как это, от утра, с утра до обеда, да. Ну, вот видишь, один разбор же, он у нас, как бы, даже и не закончился объективно, да, то есть мы такие, короче, по верхам, но вот я такой вот, то есть, поэтому у меня и лагерь длится 60 часов и 20 живых эфиров. как бы, а как? Надо же все, все вопросы. Все-таки, все-таки на аксе ты очень предметно по СЕО выступаешь. Ну да, да. И там прям, ну, как бы, это достаточно, чтобы, знаешь, собственнику понимать, где ошибки, потому что мы видим проблему такую, что собственник приходит и такой говорит, ну, моржа не устраивает, рентабельность не устраивает, да я все знаю. Я говорю, ладно, тогда помочь не можем. Он говорит, ладно, не все знаю, давай рассказывай, что там есть, да, вот женщина 4 с половиной тысячи артикулов в чате писала, я говорю, ну, не очень такое решение было грузить все 4 с половиной тысячи артикулов на маркетплейсы, да, потому что это же надо, получается, работать с каждой карточкой каждого этого артикула грибучего. Ну, это аналогия с детским садом. Ну, представьте, у вас детский сад с тремя воспитателями, и там 4 тысячи детей. У вас даже смертность в детском саду будет. Ну, прикиньте, это же настолько неадекватно, что это противоречит даже законам природы, да, то есть, когда речь идет о бизнесе, там так много природы, то есть, все просто как сплошная аналогия в природе, да, то есть, растет не сразу, женщины не рожают, 9 женщин за месяц не рожают детей, успех в бизнесе не приходит в первый день, маржа не становится классной с самого начала, карточка не может быть супер заточенной в первый день его существования на ВБН, то есть, столько всего аналогичного в природе, как и в бизнесе, что я ни одной, ни одной аргумент, ну, ни одного аргумента, ни одного диалога у меня не состоялось за почти 3 года на ВБ, ни с одним человеком, кто бы мог мне донести, зачем ему нахер больше нескольких сотен карточек, я не понимаю, то есть, ни один ненормальный не смог объяснить, потому что я очень аргументный человек, если мне объяснить, то я могу занять позицию легко сказать, что я дурачок, я ошибался, и вообще, ты прав, а я нет, все, но ни один человек с большим количеством артикулов не смог мне донести, зачем это, и чем это эффективнее, чем их маленькое количество, но внимательное, четкое, качественное, особенно, если вы зайдете на Амазон, и посмотрите, какие там карточки в топе, сколько они делают, вы просто, у вас кровь из глаз польется, там есть карточки, которые делают миллион, два миллиона долларов в месяц, на одном артикуле, в день, просто, я дурею, миллион долларов в день, нет, ну, в день я там не видел, наверное, такие можно найти, одну, две, три, но я, потому что плановые, какие-то обычные показатели, сотни тысяч долларов, и миллионы долларов в месяц, на разных категориях товаров, там люди делают, представьте, как круто такими тыквами угорать, кайфовать, пыль сдувать, и содержать их небольшой командой, и товаров тоже немного, итог, точнее, резюме сегодняшнего нашего, ну, как-то полного такого импровизации эфира, значит, какой он, да, то есть, начнем, с важных моментов, да, что, многие недооценивают тему мышления, а с нее бы неплохо начинать, поэтому, мы сегодня затронули эту тему, хотя бы в направлении целей, потому что цель, она идет от мышления, да, то есть, наши амбиции тоже от мышления, ограничения от мышления, поэтому первое, что хотелось бы сказать, ставьте цели, если цели нет, скучно жить, нету драйва, нет энергии, нет желания вставать утром, и ради чего вообще все происходит, и ради чего мы работаем, этого нет, ставьте цели, если не можете сами поставить цель, обратитесь к своим близким, не знаю, я вот очень легко нашел лайфхак, я просто как бы внимательно слушаю жену, вот, и если бы ее не было, я, честно говоря, не уверен, что я бы зарабатывал много денег, ну вот прям честно, я супер обязан этим, потому что она хотела, всю жизнь мечтала, и она знала, что будет так, а я просто из чертанова, типа, вы поняли, да, о чем это, вот, хорошо, что я выжил, вот так, я из города, с населением 16 тысяч человек, пойми, я бы никогда бы не был здесь. Так что мы все зачастую недооцениваем вклад женщин в жизни мужчин-предпринимателей, ну а женщинам-предпринимателям вообще легко цели ставить, они сами все хотят уже, поэтому просто решитесь на эти цели, главное, не рвите себе пятую точку сразу, и на Rolls-Royce-Kalemans сразу не надо, ну просто, это неадекватно. Есть лестница целей, где сначала база, а в конце идеал, а посередине чуть-чуть этапов, идите аккуратно, эволюционно, дорога дальняя, предпринимательство, это небыстрый и вообще кайфовый, клевый путь, и он все равно ведет к росту, поэтому ставьте цели, это номер один. Второе, недооценивать качество наших товаров, это фатальная ошибка, но при этом не путайте качество и способность показать уже какую-то выручку, далеко не означает то, что вот эти топовые товары, которые там, они действительно топовые, они просто могли легко просто оказаться под, скажем, бронзбойдом трафика в тот момент, и не будь этого трафика, они могли не показывать выручку, может остальным просто не дали, поэтому второй вывод, проверьте свои товары на чекапе, как вот организм, да, вот я теперь раз в год делаю чекапы организма, у меня очень есть трагическая история, у меня в прошлом году умер партнер, который, по сути, завещал нам всем очень важную вещь, делайте внимательно, собственно, чекапы своего организма, будьте на чеку, и всегда надо понимать, что творится, вы отвечаете не только за себя, но и за своих близких, за свою команду, за свою семью и так далее, поэтому второе, недооценивать эффективность товаров подобно смерти, да, потому что вы просто занимаетесь ерундой иногда, вот, это означает что, что проверьте товары вот на этом инструменте, на этом калькуляторе, ваш показатель эффективности – это ROI, все остальное слишком сложно и в отдельности не имеет отдельно никакого смысла, классный CTR, но херовый выкуп – это приговор, и наоборот, тоже приговор, поэтому нужна комплексная, эффективная карточка – это второй тезис. Третье – это почти опять в мышлении уход, но больше в стратегию, ниша иногда для нас либо уже мало, либо сразу мало, либо слишком неподходящее по определенным нашим целям. Мы хотим продавать дорогой товар, а люди там не покупают дорогой товар. Не бойтесь уходить в новые цели, дорогу оселит идущий, да, то есть сейчас плохо, а потом хорошо. А если вы в иллюзиях, что здесь что-то сможете сделать, ну, если ниша не показывает вам эти возможности, то дальше явно перспективы эти не появятся. Поэтому меняйте нишу легко, непринужденно, не пытайтесь ее ассоциировать со своими детьми, как вот ниша ребенок, ниша жена. Это надо просто, ну, как-то более адекватно оценивать. Ниша – это место, где мы предпринимаем меры по созданию пользы для клиентов и для себя в виде прибыли. Если у вас там нет потенциала, нахер такие дискотеки. Вот. Ну и, собственно, не забывайте о том, что тактика тоже важна, но, как важно понимать, везде нужна глубина, да, чтобы была глубина. Если вы не разбираетесь в чем-то, будь то в стратегиях, будь то в мышлении, будь то в SEO, вы должны просто правильно приоритеты расставлять. Что важно, а что потерпит наши косяки. SEO потерпит наши косяки, можно просто их постепенно закручивать, а хреновая ниша и хреновый товар, например, не потерпит. Ну и напоследок, вот это в начале мысль была, если у вас есть партнерство, задайтесь вопросом, кто из вас за что отвечает и насколько способен, талантлив это действительно делать хорошо. Продукт, маркетинг и финансы. Финансы нужно привлекать, уметь привлекать, находить, вовремя, да, собственно, это делать там и так далее. Короче, вот сбалансируйтесь, если вы в партнерстве. Ну и, собственно, если вы собираетесь развиваться, большие цифры, сразу думайте наперед, выбирайте правильную форму налогообложения или думайте над тем, как дальше вы будете двигаться. При переходе на НДС вам будет опять долина смерти, где вы опять не зарабатываете, поэтому там надо будет много денег и хороший икс к закупке. Меньше 4 иксов на НДСе даже не рассматривать. Православные, икс 3, там не жильцы. Ну, в принципе, все. Слушай, офигенно, очень круто, очень ценно.